прежде всего я бы хотел отметить что пятилетие это сначала майдана да то есть первый момент второй момент я заранее прошу прощения за то что мой ответ будет заведомо не полон поскольку полный ответ будет очень долго будет занимать очень много времени теперь по пунктам прежде всего украина состоялась то есть так или иначе мы очень настойчиво все-таки доказываем субъектность украины на международной арене все еще с помощью западных партнеров это правда но так или иначе по крайней мере мы стабилизировались несмотря на войну несмотря на проблемные моменты в экономике мы держимся это безусловно плюс курс на евроинтеграцию подтвержденный он подтвержден вчерашним голосованием снова на евро интеграция на евроатлантическую интеграцию на вступление в нато какое голосование верховная рада проголосовал вчера я что то пропустил может бит извиняюсь за внесение корректив в конституцией украины да а о 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 оinnen sl to o о в на dollat небо с евро союзтовава това на което президента я накович попречи да с случи в началото на майдана нещо подобно така ли нет 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 значит мэ уже имеем зону свободен торговли с Евросоюзом, которая поэтапно вступает в силу. Фактически соглашение уже действует, уже работает. Правда, не в полной мере, но это вопрос просто технический, это вопрос времени. Да, понял. А теперь дальнейшее. О чем проголосовала Рада? Она проголосовала о включении в конституцию статей о вступлении Украины в Евросоюзе в НАТО. О! Това очевидно съм го пропуснал, извинявам се. Моят взор е бил насочен по-скоро по-насевер. Да. Убийство. Теперь, что касается убийства. Ну, к сожалению, к большому сожалению, и это один из серьезных раздражителей для общества, следствие все еще идет ни шатка, ни валка, как это говорят. Все еще виновные не наказаны, по крайней мере, те, кто оказывался подсудим, те, кто оказывался под судом, так или иначе, впоследствии оказывались либо оправданы, либо вне пределов Украины. Вот. В общем, с отправлением правосудия плохо, реально. Реформа судебной системы идет очень трудно и очень тяжело. Местами кажется, что не идет вообще. В то же время здесь следует отметить следующее. очень сильно все-таки возросло влияние гражданского общества. Даже не так. Я, пожалуй, скажу, что сейчас в Украине гражданское общество есть. Вероятно, оно недостаточно сильно. Вероятно, оно манипулируемо, то есть по всей видимости. Ну, как и в любой другой стране, массально манипулировать можно, но это знаем хорошо. Но тем не менее гражданское общество в Украине состоялось. Это большой плюс. Спасибо. Благодаря Ви. Нека да се върнем към главния въпрос. Това, за което Ви помолих да проведем този разговор. Смъртта на предишния шеф на ГЕРЕУ, на руското ГЕРЕУ, то сега се казва ГЕУ, но аз ще използвам термина ГЕРЕУ. Смъртта му настъпи две години след смъртта на предишния шеф на ГЕРЕУ, Игор Съргун. Той също беше включен в санкционен списък на САЩ и на Европейския съюз, заради участие на офицери от ГЕРЕУ в военния конфликт в Източна Украина. Съргун също беше свързан, независимо от това, че Руското военно и Външно министерство отричат, с военни действия на руски части в Сирия. Как мислите? Дали всичко това има отношение към неговата болест? Руските средства за масово съдумяване също съобщиха, че Съргун е починал след тежко продължително заболяване. Асен, прежде всего маленькая ремарка, важная, поскольку мы к ней еще вернемся. То, что вы называете Главное управление Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации ГРУ, это даже не ошибка и даже не стереотип. По всей видимости скоро это название контори снова вернут. На какво се основава това ваше твърдение? Во-первых, о том, что это крайне желательно, заявил на 100-летнем юбилее праздновали недавно этой структуры сам Владимир Путин. А какво мисляете? Планировали да восстановить Советский Союз? То и наречу това най-големата грешка. Да-да-да, геополитическая катастрофа. Да-да-да, катастрофа. Асен, смотрите, здесь это очень важный момент на самом деле, поскольку за таким, казалось бы, примитивным актом как переименование скрывается очень большой смысл. Смысл, и это имеет непосредственное отношение к этим смертям, я считаю, смысл состоит в том, что как только ты переименовываешь некую контору, некую структуру, государственное учреждение, а это означает на чисто бюрократическом уровне не то, что полное переформатирование этой системы, по крайней мере в отношении бумажном, да, то есть, коль скоро идет переименование. Это означает, что меняется документация, наново аттестируется персонал, новый подбор кадров, новая структура, возможно, новые или откорректированные системы финансирования и так далее. То есть, по факту, с точки зрения бюрократии, переименование некой структуры практически тождественно созданию структуры. Понимаю, да. Это первый момент. Что это позволяет? Опять-таки, Путин очень опытный бюрократ. Да. Это позволяет фактически устроить чистку кадров. Это позволяет отобрать по новой, провести новый отбор, да, того персонала, который уже имеется, и отправить в отставку неугодных или нежелательных, и здесь понятна мысль. Да. Или създава предпоставки за това те да се разборяват от тежки, неречими продължителни болести. В частности, смотрите. С одной стороны, работа нервная. Да. Безусловно, нагрузки большие. В России мужчины чуть больше за 60 очень подвержены риску сердечных заболеваний. Эта статистика может продемонстрировать очень легко. Да. Но вот что любопытно. Можно здесь вспомнить смерти ключевых российских дипломатов. Тоже внезапные, от сердечных приступов, продолжительных болезней. Можно вспомнить о консуле в Греции, можно вспомнить о странах Юго-Восточной Азии, можно вспомнить о внезапной, но ожидаемой смерти господина Чуркина и так далее. Да. Что касается смертей, а, можно вспомнить опять же не только о двух начальниках ГРУ, стоит вспомнить также и о смерти Юрия Иванова, генерала, который был заместителем начальника ГРУ. Да. Помните, он, совершенно фантастический сюжет, он утонул, плавая с аквалангом в Турции. Да. Что касается Сергуна, тоже не все так однозначно. По официальной версии он умер в Подмосковье именно от сердечного приступа. Но по версии компании Stratfor, он умер в Ливане. Чем? В Ливане, страна Ливан. А, в Ливане, в Ливане, да-да, не слышал. Да, рядом с Сирией. И, соответственно, это несколько меняет вообще восприятие ситуации. То есть, фактически он умер в ходе боевых действий. Или же, проще говоря, был убит. Да, 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 понимаю. Теперь, поскольку эти, знаете, в Советском Союзе был очень популярен фильм «Бриллиантовая рука». Да. Вот, и главный злодей любил там одну фразу. «Как говорил один мой покойный знакомый, я слишком много знал». Да. Здесь, я думаю, эту фразу вполне можно отнести ко всем трем генералам. По той простой причине, что, действительно, они, во-первых, слишком много знали. Да. Во-вторых, они реально напортачили. То есть, они не достигли успеха, с одной стороны. Более того, именно при них работа службы пошла наперекосяк. Ведь, смотрите, мученики салсберецкие, каких называют... Я их называю гей-двойка из Салсбери. Да, пожалуйста, можно называть их и так, но в российском сегменте, по крайней мере, фейсбука, очень популярен был мученики салсберецкие. Здесь я уточню, просто в русском языке, была оговорка, во время преснопамятного интервью, была оговорка, не салсберийский собор, а салсберецкий собор. Да, да, да. Вот, отсюда они мученики салсберецкие. Салсберецкие, да, понимаю, да. Так вот, эта операция, а также операции по хакерским атакам, в том числе на серверы международной организации по защите химического оружия, серверы демократической партии в Соединенных Штатах, вмешательство в выборы не только в США, но и в европейских странах, вмешательство опять-таки в Брекзит, все эти операции, так или иначе, приходятся на время Сергуна и Прокопчука. То есть фактически... Каробова, Сергуна и Каробова. Я прошу прощения, я говорил, да, Сергуна и Каробова, двух агарей. Да, да. Вот, то есть фактически они, будучи главными в этих структурах, являются непосредственно и... Ответственными, да. Считаются основными виновниками провала, но вы знаете как это бывает, да? В частност, това беше втория ми въпрос, може ли към тези провали да причислим и провала на кандидатурата на Прокопчук за шеф на Интерпол? С Прокопчуком ситуация, я бы сказал, даже более любопытная. Напрямую это отношение не имеет, разве что только в том смысле, что общий международный контекст, нынешняя ситуация международная, все-таки складывается против России. И, соответственно, там, где Россия чего-то слишком сильно хочет, она встречается с достаточно сильным противодействием. Вот, то есть в этом смысле, да, можно связывать эти смерти, но это разные структуры, это разные люди, это разные задачи. Да. Совершенно разные. Но, что касается Прокопчука, коль скоро я оговорился, а вы эту тему подняли, то здесь я бы хотел сказать следующее. Да. Это, безусловно, одна из операций, скажем так, гибридной политики, которую ныне проводит Россия. В чем состояла эта операция? Она многослойна. Да. Слой первый, самый очевидный. Россия входит в тройку лидеров, если я не ошибаюсь, по политическим репрессиям и попыткам использовать Интерпол для политических преследований. То есть неугодных объявляют в международный розыск, как было, скажем, с Вильямом Браудером. Вы помните, когда вы спать задерживали? Да, он два дня назад пресс-конференцию дал в Лондоне. Да, совершенно верно. Вот. То есть это используется сугубо антикриминальная структура, используется для политических преследований. Ну, по крайней мере, Россия пытается это делать. И при Прокопчуке, который являлся до настоящего момента вице-президентом этой организации, по мнению аналитиков, ряда, по крайней мере, тех комментариев, которые мне приходилось встречать, я лично не занимался этим. Да. Наблюдался рост числа именно обращений, имеющих политическую подоплеку. Да. Второй момент. Ну, можно представить, да. Хотя, с другой стороны, после трех групп инфюреров СС во главе этой организации, ну, на самом деле, избрание Прокопчака было бы, наверное, вполне логичным. Хотя, слава богу, что оно не самое. Закономерное. Да. Да. Ну, шутки шутками. Значит, первый момент мы оговорили. Момент второй. Здесь стоит связывать несколько сюжетных, так сказать, линий. Очень любопытных. За несколько дней до голосования Следственный комитет Российской Федерации выдвинул новую порцию опьянений против Вильяма Браудера. Да. Да. В частности, как это не смешно звучит, теперь ему предъявляют обвинение в убийстве трех человек, включая Магнитского. Те преди утричаха убийството на Магнитски, твърдяха, че това е естествена смерт. Да, 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 совершенно верно. Теперь они обвиняют в убийстве Магнитского Браудера. Да. Красиво. Так вот, для чего это делается? Смотрим. Сводим две линии. Голосование на генассамблее Интерпола, на котором, опять-таки, фаворитом, как мы знаем, был Прокопчук. Аж до того момента, пока СМИ не подняли волну, масс-медиа подняли, да. И Запад спохватился и проявил очень сильное дипломатическое, прежде всего, давление на своих партнеров по организации. Да. Так вот, схема примерно могла выглядеть так. Учитывая то, что, во-первых, есть новое обвинение против Браудера, который, ну, по факту является одним из личных врагов Путина. Это не секрет. Да. Во-вторых, да, поскольку расследование дела Магнитского, так или иначе, затрагивает интересы Кремля очень близко. Да. Второй момент. Если Прокопчук становится главой организации, сводим, то Браудеру пространство для маневра, скажем так, становится немного теснее. Пускай все понимают, что вопрос в политических преследованиях. Страны, лояльно относящиеся к России, кто знает, что они учудят. Та же Испания все-таки его задержала. Да. Теперь дальше. Разумеется, Браудер с такого крючка сорвался бы в любом случае. Но, и здесь важный момент. Именно Браудер инициировал дело Магнитского и список Магнитского. Список Магнитского является основой, фактически закладным камнем для значительного количества антироссийских санкций. То есть, получается, таким образом, в чисто медийной плоскости, по меньшей мере, Россия показывает, так сказать, обоснованное сомнение в списке и в правомерности санкций. Да, я понимаю, да. А далее есть еще любопытный момент, деталь, на который стоит обратить особое внимание. Это то, что в ходе последней этой ассамблеи Интерпола организация пополнилась еще двумя участниками. Крохотные страны Кирибати и Вануату. На самом деле, эти страны уже засветились в тесном общении с Россией. Каким образом? Именно эти страны оказались в числе признавших Абхазию и Южную Осетию, причем не за бесплатно. Да. Фактически, и это не секрет, страны-карлики торгуют своим мнением. Они так зарабатывают. Можно вспомнить инциденты, скажем, с тем, какой из Китаев признавать, как это было, скажем, с Вануату. Да. Да. Науру та же самая. Эти крохотные страны очень тесно были завязаны на российский бизнес, и очевидно, контакты остались. Да. Можно вспомнить, опять-таки, что недавно эти же страны отозвали признание Косово. Да. Косово, кстати, не приняли и в Интерпол в этот раз. Опять не приняли. Благодаря этим крохотным странам? В частности, благодаря им. Да. То есть, проблема гораздо шире, но в частности, благодаря им. Так или иначе, эти две страны, это еще два голоса в поддержку кого? Про Копчука, совершенно очевидно. Да. Да. Понимаю. То есть, россияне готовились. Единственное, что комбинация сорвалась именно ввиду того, что Украина спохватилась, Запад спохватился. И очень оказалось и медийное, и дипломатическое давление сильным на участников ассамблей. А есть еще одна грань у этой операции. Грань состоит в том, что генерал Прокопчук имеет старшего брата, который работает в украинском МИДе. Да, мы подходим к моему последнему, можем сказать, вопросу. Да. И этот брат на площадках ОБСЕ очень сильно мешает работать российской делегации. То есть, выбор Александра являлся бы противодействием действиям Игоря? Совершенно верно. Как это выражается? Один из возможных вариантов развития событий – общественное недовольство в Украине, действиями МИДа Украины, который позволил брату человека, занимающего высокий пост в системе российских карательных структур, представлять Украину на международной арене. То есть, проблема на Русиа е репутационен. Проблема для России, Прокопчук-старший, на площадке ОБСЕ. Испрание Прокопчука-младшего могло бы позволить под воздействием украинской общественности отозвать этого дипломата из ОБСЕ. – Ага, понимаю. – Натиск от страны на гражданское общество в Украине. – Это гибридная операция. – Да-да-да, понимаю, да-да-да. – И как все гибридные операции, она многопланова. И здесь нужно понимать, что любой из вариантов развития событий, кроме абсолютного проигрыша, который в конце концов сейчас и случился, да, он ведет к большему или меньшему успеху. То есть, это такая себе win-win strategy. – Да. – Вопрос только в том, какого размера этот самый win, какого размера твой побед. – Да, понимаю. – А защо, чета в украинските медии, даже ще цитирам сайта CenzorNet, по данни на правозащитни организации, Прокопчук се явява агент на руското разузнаване, инфилтриран в Интерпол. – Що можете бятам сказать? – Я могу сказать, что это весьма вероятно. Это было бы логично. По той простой причине, что это нормальная практика. И если уж говорить об Интерполе в целом, как и о любой другой международной, межгосударственной структуре такого рода, имеющей доступ к специфической информации, я полагаю, что агенты ФСБ не единственные агенты в этой организации. Я полагаю, что их достаточно с любой стороны. – С любой стороны, да. Глазами журналиста. Ще се върна към началото на нашия разговор. През учителя на журналист. На какво ви прилича интервюто на соусбаристските мълченици пред руската телевизия? – Ну, это совершенно очевидная постановка. Мне, знаете, Асен, мне здесь нравится в наибольшей степени… Это… Я боюсь, это сложно объяснить на уровне чисто культурных моделей. – Попробуй. – Но я попытаюсь. То есть, дело вот в чем. Я не исключаю, что… Да, многие задавались вопросом, а зачем их вообще потянули в телевизор? – Да. Я тоже. Я тоже себя этот вопрос задавал, да. Да, зачем они наговорили таких глупостей вообще, что это было? Ну, что это было, я уже ответил. Это была очевиднейшая постановка. Да. А то, как они себя вели, породило массу шуток, совершенно обоснованных, да. Например, скажите правду, вы агенты, как там, вы шпион или вы агент игру, да? – Да. – Вот. Скажите правду, вы агент игру? Никак нет. – Никак нет, да. Так точно, да. – Да, так точно. – Вы не агенты, да? Нет, так точно, да, мы не агенты. – Вот. И, соответственно, то, как они себя вели, то, сколько на самом деле было лакун в их легенде, указывает на то, что это совершенно четко проваленные агенты. А с другой стороны, здесь следует... Я не знаю, насколько их следует винить в этом всем деле. – Да. – Поскольку... Нет, я имею в виду в провале. – Да. – Поскольку ГРУ является такой структурой, в которой, ну, в ней агенту ставится, ну, то есть сотруднику ставится конкретная задача. Ее нужно реализовать любой ценой. Понимаете? Засветился, не засветился, ты должен выполнить этот приказ, и все. А дальше, ну, ты расходный материал. Они это знают. Люди, служащие в ГРУ, знают, что они являются именно расходным материалом. – Да. – Вот. Я... Так вот, вернемся к этому. С другой стороны, они засветились, да, то есть они должны быть наказаны. И вот здесь вот есть такое понятие «опущенное», да, это понятие из криминального сленга. – Да. – Это... Ну, можете его уточнить там. Имеется в виду, что в криминальной, в уголовной среде заключенных – да. – Это такие себе неприкасаемые, которых буквально опустили тем или иным образом. Как правило, это сексуальное насилие, вот. То есть это самая нижняя вообще каста в иерархии. – Да, да, да. – Так вот, то же самое касается и отношения к геям в российской культуре вообще, да. То есть, коль скоро они, и вы видели этот сюжет, и очень четко пошло, вот этот вот контекст, что это два гея, для российской аудитории это очень страшное оскорбление, да, это... – Все, да, понимаю, да. – Да, это все. – Как уличный пес. – Хуже. – Хуже, да. – И вот это было как раз отчасти, возможно, и их наказанием. – Угу, угу, угу. – Выставить себя вот в таком свете. – Да, понимаю. – То есть оно, ну, наказание достаточно изощренное, и я понимаю, что для тех, кто далек от внутрироссийского контекста, в особенности контекста общественного и культурного, этот слой, он не воспринимается вообще. – Да. – Няма да могат да се върнат лесно на своята предишна позиция. – А, я думаю, вполне, ну, если, конечно, они не сболтнут лишнего и не окажутся с сердечным приступом. – Да, это был мой следующий вопрос. – Как вам кажется, они уже заболели тяжелой болезнью или еще нет, или пока нет? – Я практически уверен, что они очень тяжело и очень давно больны. – Да, понимаю, да. – Вопрос в том, когда смерть их настигнет. – А почему, в крайна сметка, в крайна деня, руските държавни служители, политици, независимо от поста, който взаимат или къде работят, не се оттеглят от него, когато им установят тежки, продължителни, смертоносни заболявания? – А, здесь, опять-таки, несколько сторон. – Да. – Они все взаимосвязаны. – Сторона первая – пребывание на посту является страховкой, что ты дольше от преследования, от уголовного преследования, понимаете, да? – Да, да, да. – С другой стороны, это срабатывает тогда, если ты, во-первых, не прокололся, во-вторых, держал язык за зубами. – Угу, угу, угу. – Да, то есть это, фактически, это принципы мафии. – Да. – Что попавший в структуру выходит только вперед ногами. – Или через трубу, как Виктор Суворов пишет в своих книгах. – Или через трубу, совершенно верно, как писал Виктор Суворов. Вот, то есть, собственно говоря, это и позволяет путинской модели управления быть настолько эффективной. Но не в плане государственного управления, опять же, понимаете, если мы будем говорить о том, что об эффективности путинской вертикали в управлении Россией, в управлении экономикой, в управлении планированием, то, безусловно, она таковой не является, она неэффективна совершенно. Но давайте мы немного изменим вопрос. Насколько эффективна эта система в, во-первых, в отправлении контроля над ключевыми позициями, раз, в удержании контроля над денежными потоками, два, в удержании контроля над ресурсами, приносящими деньги, три, и в удержании контроля над каналами выведения этой денежной массы из России, четыре. С точки зрения этих четырех пунктов, путинская система власти очень эффективна. Она работает как насос, выкачивающий деньги из России. Да. И в этом смысле закон ОМРТА очень важный для этой системы. Да, безусловно. Живешь, пока молчишь. Да, и молчишь, пока живешь. Да, да. Окей. Спасибо вам большое за этот разговор. Желаю вам успеха и до скорого. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Да, вам тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok